В то же время в регионе начали осенний мониторинг сельхозу Годи. Фитосанитары следят за распространением особо опасных вредителей и делают прогнозы на год следующий. Затем, как это происходит, наблюдала моя коллега Нургуль Ахметова. Мы используем эти инструменты, каждый раз выходим на поле, чтобы определить, сколько вредителей на этом поле есть. Энтомологу Александру Белову предстоит обойти это поле вдоль и поперек. Его задача найти гусениц серой зерновой совки. Это один из главных врагов пшеницы. Оно в природе всегда должно быть, но не превышать высшей нормы. Если ее много, то будет поврежденное зерно, схожесть будет плохая и также мука выйдет некачественная. Вот эта гусеница является особо опасным вредителем, поэтому важно не просто найти ее в поле, но и внимательно изучить в лаборатории. Выяснить ее возраст, вес и эта информация позволит сделать определенные прогнозы. Это гусеница серой зерновой совки. Вот сейчас попробуем установить возраст ее. Но она сейчас убегает от нас почему-то. Оказывается, жизнь серой зерновой совки делится на 8 возрастов. Определяют его по ширине головной капсулы. Вот эта гусеница проходит свой третий этап развития и весит всего 150 миллиграммов. Не способна эта гусеница выжить. Она еще питается. А это значит, что поле, на котором выросла эта гусеница, вряд ли грозит массовое размножение зерновой совки. Но есть и другие вредители сельскохозяйственных культур. Их почти 30 видов. Гессенская и шведская мухи, стеблевые бложки, саранча. В этом году на масличных культурах в сильной степени отмечалась отчаговая вредоносность гусениц капустной мули. Всего по масличным культурам обследовали 81 950 гектар. Заселено было комплексом вредителей более 75 тысяч гектар. Специалисты отмечают, что в среднем от разных болезней и вредителей ежегодно страдает до 20% от всего урожая. Поэтому здесь, как и в медицине, предупредить значит спасти.